Виктория получает все свидетельства, все молитвенные нужды. Поэтому звоните сейчас. То, что говорит Библия, это... В Марке, в 6 главе, 15 сих, эти знаки будут следовать за теми, кто верует. Верят во что? И что это за знаки? Библия говорит о чудесах и знамениях, и исцелениях. Но сегодня в церкви слово «чудо» уже часто не употребляется. В это много не верят. Но Библия говорит именно об этих знаках. Верят, что они будут следовать за теми, кто верит. Верят во что? Верят в воскресенье. Другими словами, то Евангелие, в которое мы верим, это не история. Да, был Иисус, который когда-то исцелял. Да, Иисус когда-то спасал людей. Две тысячи лет назад. Но в Евреям 13, 6. В Библии написано, Иисус, Иисус всегда тот же. Вчера, сегодня и вовеки. Он не изменился. Если Он раньше исцелял, Он будет исцелять и сегодня, и будет продолжать всегда. Если Он раньше спасал, Он спасает сегодня, и будет спасать будущее. Что я хочу сказать, это что Евангелие Иисуса Христа, оно живо, потому что Иисус жив сегодня. Библия говорит, эти знаки будут следовать за теми, кто верит. Если вы верите, что Иисус Сын Божий, но не только в это, но еще и что Он жив и воскрес, если вы верите, что Он воскрес из мертвых, в этом разница между нашим и историческим Иисусом. В религии есть историческая фигура Иисуса. Верите ли вы в Иисуса? Да, но они не получают никаких чудес. Так зачем верить в исторического Бога? Вам нужен Бог, который жив сегодня. Вам нужно исцеление сегодня. Вам нужно исправление вашего брака сегодня. Вам нужно чудо сегодня. Поэтому, если вы ждете какую-то историческую фигуру, вы никогда не увидите исцеление. Поэтому вы должны следовать за тем, кто сегодня. Вам надо верить, что Иисус – это Тот, кто воскрес из мертвых. Верить, что Иисус – это Сын Божий, что Он жив сегодня. И если вы в это верите, Он может исцелить вас сегодня. Некоторые вот говорят, «Ну, я хочу подождать». Зачем ждать чего-то, что Иисус уже оплатил? Он оплатил это на кресте. Он оплатил ваше исцеление. Вы можете сказать, «Бог, если будет на то Твоя воля, исцели меня. Если будет на то Твоя воля, позволь мне преуспевать». Но Его воля есть на это. Его воля есть на то, чтобы вы исцелили и преуспевали. Его воля на то, чтобы вы были спасены. Виктория, есть очень богатый мужчина, который смотрит. И Господь говорит, «Этот человек, у него есть неисцелимая болезнь. И ваши деньги не могли исцелить вас. Но Иисус может. И будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены. Где бы вы ни находились, получайте ваше исцеление сейчас. Видите? Да, это то, о чем я говорю. Да, но а что, если мы ждем Бога, когда Бог нахрен исцелит? Да, со временем вы можете умереть, потому что на земле нет исцеления. И если у вас есть историческая фигура у Бога, которая уже не может ничего сделать сейчас, которая раньше могла, но сейчас не может, но на самом деле Бог жив сегодня. И эти знаки будут следовать за теми, кто верит в воскресенье. Какие? Исцеление, чудеса, и знамение. Как вы получите свое исцеление? Как вы получите свое чудо? Виктория, это очень просто. Верой. Что вы имеете в виду верой? Вам не нужно объяснять это. Вам не нужно как-то обозначать это в своем уме. Между нами есть дистанция в мире. Вы можете быть сотни и сотни и тысячи километров от меня, но в духовном мире нет никакого расстояния. И где вы находитесь, я могу послать слово, и слово содержит силу. Поэтому, когда я молюсь за вас, есть женщина. У вас какое-то кожное заболевание, но оно очень редкое какое-то заболевание. Господь исцеляет ваше тело сейчас. Я вижу, что у кого-то проблема с глазами, глаукома. И этот человек, он ученый, или занимается наукой, и он потерял свой правый глаз. Господь исцеляет глаукому сейчас. И это знамение, что он должен верить в Иисуса. Он не верующий, но сейчас вы будете верить. Позвоните, потому что вы исцеляетесь. Господь Отец, во имя Иисуса Христа. Как мы будем получать исцеление? Верой. Уберите какие-то ограничения с Бога. Не ждите, пока вы увидите. Не ждите, пока вы что-то почувствуете. Веруйте. Веруйте. Примите это сейчас. Я вижу, что много людей исцеляются кости. Вижу, что исцеляются кости. Какие-то искрюченные кости. Вижу людей, у которых руки, ноги, колени. Проблемы с ними. Люди исцеляются от алкогольной зависимости. Я вижу, что мужчины и женщины зависимы от алкоголя. Во имя Иисуса Христа я освобождаю вас именем Иисуса. Освобождайтесь. Вы освобождены. Где вы сейчас находитесь? Есть мужчина. И последнее слово имени. Это последние буквы. Это КО. Последние буквы вашей фамилии – это КО. Сейчас будьте исцелены и спасены во имя Иисуса. Я вижу это по-русски. Я вижу КО. КО. Почему вы смеетесь, Виктория? Потому что это очень популярное окончание фамилий в Украине. Но многие из них живут в России. У нас есть много людей с такими именами. И поэтому я думаю, что ваше слово достигает людей, у которых есть эти окончания имен. И ваше слово живо и действует. Иисус, Ты живой. Спасибо. Позвоните нам. Исцеление для вас. И спасение для вас. Иисус заплатил за это на кресте. Он жив. Эти знамения будут следовать за теми, кто верит. Вы веруете. Вы только должны веровать. Вы не должны ничего делать. И вы должны двигаться верой. Поднимите свой телефон. Прямо сейчас. И когда вы поднимаете этот телефон, вы получаете свое спасение. Вы получаете свое исцеление. Вы можете сказать, я чувствую депрессию. Я вне зависимости от порнографии, от алкоголя. Вы свободны сейчас. Позвоните нам. Позвоните нам. Напишите имейлы. Пошлите нам сообщение. Виктория сейчас получает. И я хочу, чтобы вы видели свидетельство этого человека из Новой Зеландии. Из Новой Зеландии. У него была болезнь за глазами. Но доктора ему сказали, что у него не было половины пальца. У него не было половины пальца. И Господь выросл новый палец. Давайте посмотрим во имя Иисуса.